Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем с вами играть в Хастл Кастл. Так, мы с вами выполнили прогресс, получаем за это 3000 золотых. Хорошо, и сундучок. Давайте глянем, что у нас в сундуке. О, черпачок, одежда. Теперь мы можем добывать дерево. Ну, дерево мы уже давно можем. Это очень важный шаг для всего хозяйства с замками Ворд. Забрать 5000 золотых и 5000 дерева. Так, 7000 золотых, 5000 дерева. Неплохо. И еще столько же. Нормалек. Ух ты, 5000 золота и 4000 дерева. Ё-моё. Нормально, что-то правда с запозданием с каким-то идиотом. Это уже выполнено. Было фиг знает когда. Ну да ладно, ребята. О, подарочки от вас, спасибо большое. Забираю. И, естественно, я отправляю вам взамен. Ждем. Так, ну что, ребят, с подарками я закончил. Забираю свой сундук. И, наверное, будем сейчас вскрывать с вами. И смотреть, что там у нас достанется. Так, жителей у нас 30. Поэтому я не могу взять еще одного. Ну, вроде бы все, да? А, нет, ребята, у нас еще закончился крафт. Ага, хищная магия. Сферу получили. Ну, можно, в принципе, еще поставить один крафтик. У нас 15 кристаллов. Так, это зеленый, да? По-моему, так. А если я, например, не хочу посох? Давайте сделаем с вами оружие какое-нибудь ближнего боя. Вот, это уже будет другое дело. Три часа оно будет делаться. Это хорошо. Так, забираем деньги. У нас 156 тысяч золотых. 40 тысяч маны. Что еще у нас здесь осталось? Давайте-ка глянем. Ага. Арнольд больше не ребенок. Четыре звезды. Ну что же, это меня радует. Что он уже стал взрослым. Так. У тебя тоже четыре звезды. Это замечательно. По ходу дела повар у меня получил седьмой уровень. Казначей восьмой. А этот третий. Ну, вроде бы, как и все, да? Больше нечего взять. Так, маг, давай беги. И начинаем с вами открывать сундучки. И достается нам ресурсы. А я больше чем уверен, что сейчас во всех сундуках будут только ресурсы. Так, второй. Пошел третий сундук. Ресурсы это тоже хорошо. Они мне сейчас, кстати, очень сильно пригодятся. О, лук. 440. Да, на 36 уровень. Замечательно просто. Он мне как раз сейчас вовремя. Так, ресурсики опять. И в этом сундуке у нас только ресурсы. Ага, замечательно. Так, 36 уровень. Да, никому он сейчас не подойдет. И еще долго будет лежать. А оружие у нас скрафтилось фиговенькое, ребята. Так. Это для казначей. Это для повара у нас. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут по поварам. Так, у Оксаны третий уровень. А здесь нужен... Подожди, не то, по-моему. Это же для казначея. Вот. 420. Слабовато. Так, а здесь... Ну, вот это, в принципе, можно одеть. Все-таки она лучше, поэтому пригодится. Так, а у этого вообще нет ничего. Значит, мы ему вставляем скалку. Классно. Ну, что же, по поварам вроде разобрались. Давайте глянем теперь наших казначеев. Так, у нас одежда на какой уровень? На третий. Ну, что же, давайте, наверное, ей и оденем. Вот так-то оно будет лучше. Ну, а остальные вроде бы как у меня одеты нормально. Так, что пока мы от них отстанем. Ну, что же. Ага, еще один прогрессик мы выполнили. Давайте-ка вскроем сундучок, глянем, что из него нам выпадет. Так, ага, лук. Ну, лук так себе, не очень хороший. Да и у меня никто им практически не будет пользоваться, да? Да, у меня арбалет намного лучше. Хотя лук на 28 уровень. А такие статы противные. Не будем мы его ставить. Забираем яблочки, деревья. И надо мне еще забрать мою любимую магию. Так, что у нас тут скрафчено? Давайте возьмем два фаербола и одного призывника. Так, заменяем. Ну, что там опять произошло у вас, а? Опять крыса какая-нибудь или призрак? Где тут? Или голем горелый? Что-то никого нету. Ага, крыса. Ну, ладно, с крысой они сейчас расправятся. Это, в принципе, без проблем. Ну, а нам остается только добрать ресурсики, которые еще не успели. И можно будет отправляться на карту. Так, что у нас здесь? Манна. Манна. Еще манна и денюжки. Так. И давайте, ребята, переходить уже на карту. Я думаю, начнем со вторжения. Так, давайте вот этого. О, как раз наш клиент. Давайте нападать и будем его разбирать. Как раз получим сундук, вскроем. Вдруг что полезное там будет. Магию я тратить не буду. Я думаю, здесь справимся, в принципе, и без нее. Да, тут все у нас великолепно. Орки ложатся штабелями, так скажем. Так, последний лучник остался. Все, мы его ухоркали. Получаем свой сундук. Идем домой на отхил, как обычно. Все по старой схеме. Так, давай, краса, лечись. Так, а нам нужно с вами сколько? 270 тысяч, да? Так, ну что тут достанется? Деньги и дерево. Ладно. 270 тысяч. Это еще 90 кусков нам надо с вами где-то добыть. Ладно, давайте глянем диву. 19, 44. В принципе, можно ее попробовать. Но мы можем поискать с вами еще кого-нибудь. Так, филин. А у тебя как дела? Так, ну этот будет посильнее немножко. Хотя не намного. Ладно, мы тоже от него пока отстанем. Что-то мало врагов-то как-то у нас здесь. Так, вилли. Что за вилли? Так, 23. Ну, практически как у меня мощей. Значит, пока тут слабенькая у нас дива. Да? Ну, вылечилась-то краса. Давай, возвращайся. Так, забираем яблочки, деньги. И давайте, наверное, нападем на диву. Хотя, подождите, ребят. Давайте глянем вилли. У него, по-моему, побольше будет ресурсов и денег. Да, давайте-ка его разведаем. Сколько там у него я забыл? 23. Давайте с него и начнем, пожалуй. Ну, если проиграем, то пойдем уже на диву. Блин, у него лучник на балконе. Ёлки-ты-палки. Ну что же, вся надежда на удачу и на мою магию. Так, отлично. Пока идем неплохо. Неплохо идем. Краса рисанулась. Завалили мы всех у него тяжей. Остались, значит, как и у меня. Маг и лучник. Ну, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Тихо-тихо. Не надо меня сейчас станет. Ребята, не надо. Да и мне этого лучника шлепнуть. Блин, у ворот у него там. У ворот, да какого лешего, да? Блин, хорошо, что я бронированный, а? Меня так легко не взять. Так, есть, ребята. С победой нас. Получаем неплохой куш. Мне это очень нравится. У нас, наверное, за 200 тысяч, да? 227 тысяч. Это еще буквально 50 кусков. И мы с вами сможем что-нибудь хорошего построить. Да, ну еще надо будет дерево 10 тысяч где-то добыть. Ладно, пускай ребята у меня пока отхиливаются. Мы здесь все соберем. Улыбочки. Настроение, как говорится. Так, тут еще монетки у нас. А это что у нас просто так ходит, а? Арнольдушка 4-х звездочный. Видать, вот в принципе у повара есть место. Давай, иди сюда. Будешь у меня пока учить кулинарию. Ну что же. Так, Яков. Три звезды. Блин, надо будет и этот трехзвездочный. Я думаю, ребята, что надо будет от них скоро избавляться. Ага. Тут 4 звезды. И причем восьмой уровень. Так, давай-ка, братишка, снимай с себя все. И шуруй-ка ты во владение. Ты нам больше не нужен. А вместо тебя мы поставим, как эту девочку звать? Александра. Так, Сашенька, одеваемся. Так, что ты у нас за эти... Так, амулет-то какой лучше поставить? 295? 255? Да, пускай этот и остается тогда, который на ней одет. И отправляем ее в эту... В алхимию. Пускай добывает мне манну. Давай, Саня, беги. Так, эти у меня отхилились. Ты иди лечись. Так, куда бы нам, ребята, сейчас рвануть? Точнее, на кого? Нам надо 10 тысяч дерева. И где-то около 30 тысяч денег. Константин, пора с тобой прощаться. Я нашел тебе замену. Да, иди. Спасибо тебе большое, что помогал нам. Светланочка у нас родилась. Отлично. Ну что же, давайте поставим второго нашего алхимика Любомира. Приодемнем его. Так. Одежда на нем сидит, как литая. 255. И колечко. Самое то, что надо, ребята, для него. Просто крутой алхимик. Беги. 1110 в час добывать будет. Ну, это очень даже замечательно. Ну что, ребятушки мои, отхилились. Давайте, возвращайтесь. Тут 24 минуты до следующей магии. Надо поставить. Блин, хочу больше магии, ребята. Очень быстро она тратится. Хочу, чтобы штук 20 было. Вот это было бы самое то. Так, ладно. Фаерболами заправились. Потому что голем призывной стоит целый час будет делаться. А мне нужно как можно быстрее, чтобы все было готово. Так, Гуркин. Что у нас с Гуркиным? Нет. 27 тысяч не пойдет. Я не хочу его трогать. Давайте глянем, что у нас на... Так. Ну, в принципе, можно сейчас уже и диву. Да? Давайте-ка ее пришлепаем. Нам всего ничего надо до крафта. Поэтому, как говорится, уже все цели хороши. О-о-о, с ножичками. Смотри, как наяривает. Оп-оп-оп. Извини, братишка, но... Ага, рисанули его. Ну, ладно. Магас мы снесли. Все, теперь, по-моему, у него нету рестящиков. И мы разбираемся спокойно с этими. С лучниками и с арбалетчиками. Все. Готовы огурцы. Так, и, по-моему, уже все, ребята. У нас хватает полностью. А, нет. Нет, еще не совсем. По деньгам у нас все нормально. А вот, по-моему, по дереву... Хотя, в принципе, и по дереву все отлично. Единственное, с чем тут погреб или бассейн манны. Угу. Или же накопить 300 тысяч. А, ребята, на магическую лабораторию. Или магическое... Или мастерское оружие. Блин, я даже не знаю. Ладно, давайте так сделаем. Мы сейчас будем с вами по вою и побегаем. Сколько успеем накопить к концу серии. Если хватит нам на что-то серьезное, будем его крафтить. А если не хватит, то поставим себе погреб или еще что-нибудь. У нас, как говорится, с вами выбор есть. Так, яблочки. Ну, 80 тысяч это практически на 8 боев, да? Если брать по 10 тысяч бой. Так, манна. Ну, с манной пока никаких проблем у нас вообще нет. Так, Миланушка. Иди вот сюда. Будешь у меня добывать манну. Так, ребята, Олег у нас 5-звездочный, да? Давайте-ка, наверное, мы для него найдем достойную работу. А это, значит, надо подчистить ряды. Так, 3 звезды. Извини, родная Ева. Но пора тебе идти погулять. Я нашел тебе достойную замену. Спасибо тебе большое. Пока. Ну что, Олег, возрадуйся. Я нашел для тебя достойную работу. Не пыльную и хорошую. Причем с хорошим заработком. Так, амулетик. Ну, вроде бы как и все, да? Колечки это не для него. Да, больше ничего нету. И можно его, в принципе, и отправить. Давай, иди, братишка, зарабатывай нам деньги. 726 золотых в час. Почти 1000. Так, маг, иди долечивайся. Забираем манну. Так, на кухню у нас Арнольд. Пускай дальше продолжает. Так, Елизавета, тебе, наверное, мы наденем костюмчик. Что-то у меня там совсем голый уж сидишь. И вот этой девочке пускай учит алхимию с амулетом. В принципе, он никакого ей приоритета не дает. Ну, по крайней мере, он будет на ней висеть достойно. А не хламить мне инвентарь. Так, Арнольд. Арнольд, куда бы тебя, Арнольдушка, послать, а? Ты уже практически полностью выучен. Беги, радуйся. Там тебя ждет партнерша. Так, полуэкт у меня 15 уровня бойца. Это хорошо. Ну, и что, ребята, все? По-моему, все просмотрел, что можно? Так, здесь 5 звезд. Ну, все, теперь идем на карту и начинаем искать врагов. Игорь, 17 уровня. Ну, естественно, добавляем магию. Блин, 2 магии стало всего, ребята. Всего лишь 2 магии. Это плохо. Ледяная ловушка на следующем этапе будет доступна. Лишая его возможности участвовать в бою на 2 секунды. Какая-то бесполезная, если честно говоря. Так, огненный шар поражает, нанося всем оказавшимся в зоне 2000 урона. Так, 3000 за 8 секунд. Ну, вот это неплохая магия. Ладно, давайте глянем Игорька. С него мы можем поиметь 40 тысяч голды. Она, в принципе, нам нафиг не нужна. Тогда переключаемся на Филина. Вот, у Филина вроде более-менее. Но я не помню. Так, 24. Давайте попробуем, ребята, его раскумарить. Получится или нет? Так, 2 воина у него. Маг и арбалетчик. Ну, по крайней мере, нету на балконе этого идиота. Так, главное, чтобы не было Ресльчика. Ага, он все-таки есть, блин. Ёлки-палки. Ну, должны, должны размочить их. Так, давайте вот этого вот мага сейчас снесем. Есть. И остался арбалетчик. Арбалетчик, естественно, мы сейчас снесем без каких-либо проблем. Все, отдыхай, девочка. И мы получаем с вами 57 тысяч золотых и 14 тысяч дерева. Это очень хорошо. Ребята, мы все-таки накопили с вами 310 тысяч. И 84 тысячи дерева. Это знаете, что значит? Это значит, что мы можем с вами в магическую лабораторию или мастерскую. Нет, мастерскую пока не можем. Но это 40 тысяч. Если набить, тогда все будет у нас пучком. Зато вполне можем сделать магическую лабораторию. Я даже не знаю, что ей лучше сделать. Ну, короче, давайте мы будем драться до последнего. У нас все равно из еды осталось только 70 тысяч. Это 7 боев. И лежит до тех пор, пока у нас не кончится манна. Потому что без манны вы прекрасно знаете, что драться практически бесполезно. Так, кого бы нам найти? О, а врагов-то у нас осталось-то. Один только Игорек. Ёлки-ты-палки. И все. И остались только вторжения. Да, плохо, ребята, плохо. Не успеем мы с вами набить. Ладно. Придется нам, наверное, Игорюху-то разбомбить. Даже хотя бы ради денег. Хотя мне этого очень не хочется. И рейтинг у него маленький. Даже не знаю, блин. Стоит ли вообще делать это все? 350 тысяч. 350 тысяч мастерская оружия. Угу. Как говорится, и хочется, и колется. Я думаю, просто стоит ли вообще делать, да? По идее, стоит. Потому что скоро у меня они будут апаться на 30-й, на 40-й уровень, да? И им нужно будет соответствующее оружие. Из ящиков, как вы видите, не особо жаждут нам призами. Короче, я даже не знаю. Я в растерянности, ребят. В растерянности в полной. Опять что-нибудь сейчас построю не так. Вы будете мне в комментариях потом писать, зачем ты это сделал. Зачем ты построил то, что не нужно. Делай приоритеты. Я еще раз вам говорю. Я делаю то, на что у меня хватает денег. Я как можно по максимальному добываю и как можно по максимальному трачу. Поэтому, если мы успеем с вами накопить 350 тысяч, естественно, я поставлю оружие. Если нет, то магическую мастерскую. Сюда нужно вообще 750 кусков. Тут даже и разговаривать не о чем. Ладно, ребят, давайте начнем. Так, 28 тысяч. Неплохо, да? Так, тут 27. Что это за орки-то такие мощные, а? Ну, вот этих вот можно поколбасить. Давайте-ка. Добираем. Ставим новую магию. Это буквально, ребята, получается что? 7 боев. Нет, ну по 6500 это где-то получается 8. В общем, сейчас мы посмотрим. Хотя за это время, я не знаю, когда ты в онлайне, игроки обновляются или нет? Или это когда именно ты выходишь из игры, потом тебе приходит сообщение, типа, милорд, на карте появились новые враги, вернитесь в игру и накажите их. Так, ну что, мы их победили. Получаем сундучок. И мне очень интересно, что в этом сундучке лежат. Наверняка ресурсы, как обычно. Так, магическая лаборатория. Блин. Она нам что делает? Она нам, по-моему, улучшает магию. Да, насколько я помню, улучшает магию. Ну-ка, что тут выпадает нам? Дерево и денюжка, ребята. Денюжка. С деньгами-то, в принципе, сейчас особых проблем нет. Единственная проблема, это эти деньги как сберечь, чтобы их не обокрали. Ну, а так... А так все пучком. Ну, госпиталь нам не апнуть. Давайте глянем карту. Так, что у нас здесь? Игорек. Ладно, Игорюша, пока мы тебя не будем трогать. Давайте посмотрим оркам. Так, этого можно будет, как клиента разобрать. Ну, в принципе, и этого тоже. А этот уже посильнее будет, браток. Ну, ладно. А что у нас по основному заданию? Ожившие камни. 35840. Да, не слабо, конечно. Ну, что вы там, отличились у меня? Краса, давай. Не компасируй мозг. Молодец, возвращайся. И давайте, ребята, нападать. Будем потихонечку. Так. Давайте начнем с этого уродца. Никаких проблем здесь нету. Он ватный, поэтому мы его сейчас раздеребаним в доли секунды. Блин, вот интересно, что это за магия, да? Когда пускают тебе в толпу какой-то огненный шар или ядовитый. И он начинает там травить всех. Я так понимаю, это какой-то массовый удар, да? Ну, не фаербол, это однозначно. Так, ладно, размозжили. Забираем свой заслуженный сундук. Так, давайте опять на отхил поставим. Пускай они у меня лечатся. Так, что у меня здесь выпадет, ребята? Ну, конечно же, конечно же, ресурсы. Мои любимые ресурсы. Как же я без вас, елки-ты-палки. Особенно в данный-то момент, когда у меня, в принципе, всего в достатке. Так, ладно, краса, ты вроде бы уже отличилась, да? Так, давай, иди сюда. Ну, а ты беги за место нее лечись. Так, два с половиной часа у нас до завершения крафта оружия. В принципе, это не так уж и долго. Хотя, как посмотреть. Когда времени в обрез, это, кажется, долго. Когда его очень много, не так уж долго. Так, давай, маг. Ну, хорош, там так долго лечиться, блин. Продолжаем, ребята, с вами деребанить орков. Давайте. И этих, как говорится, заколбасим, да? Сколько у них тут? Три арбалетчика. Ну, лучники, арбалетчики. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, как они... Если они стреляют в мага, то это, конечно, кранты. Блин, они положили его. Ну, я думаю, что здесь мы... Ладно вам, ребята, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, ребята, критично. Лукарь, я верю в тебя. Давай, не подводи меня. Не подводи, браток. Молод... Тихо, тихо, молодец. Ёлки-палки. Я уж думал, сейчас забомбят меня. Нет, всё-таки лучник у меня справился. Молоток. Так, отправляем их хилиться. А сами в этот момент будем смотреть с вами сундук. У меня такое желание, как там написал один подписчик. Ну, а копи, говорит, сундуков 20 и вскрывай их. Блин, ребята, я бы с радостью. Но не хватает терпения. Очень сильно нужен шмот. А так, конечно, было бы прикольно, да? Накопить сундуков 20-30 и потом за одну серию их просто вскрывать. И, как говорится, надеяться и верить, что тебе выпадет какой-нибудь шмот или оружие, да? Так, ладно, Игорёк, живи пока. Не будем мы тебя трогать. Давайте-ка начнём, наверное, ребятушки. Так, они отхилились. Мак, хорош дурковать, иди сюда. Арбалетчик вперёд из песней. Улыбочки. Так, яблочки, да? Ну, на пять боёв нам ещё, ребятушки, хватит. Хотя, это мало что решает. Мне всё равно... Так, подождите. Магически. Блин, мне, наверное, придётся, наверное, Игорька всё-таки нахлобучить, да? Триста пятьдесят тысяч и семьдесят две тысячи дерева, чтобы построить, чтобы сделать крафт здания. То есть, улучшить его даже. Ну, в общем, у нас ещё пока есть яблоки. Мы, естественно, сейчас... Помужи... Помужи... Ага! Мастерская брони. Триста пятьдесят тысяч. Вот оно что, ребятушки. Так, мы, наверное, лучше сделаем... Мы, наверное, с вами лучше накопим на мастерскую брони. Поставим её и нормально. Чё мы будем здесь что-то улучшать, пока есть возможность такая? Всё, ребят, короче, решено. Идём на карту. Игорюха, извини. Ты просто попал под раздачу. Мне нужны деньги. Ты единственный, кто можешь мне их дать. Так, я надеюсь, я здесь выживу. Хотя... Блин, смотри-ка, а. Нет, нет. Мы всё-таки здесь справимся. Не очень-то здесь всё хорошо у него. Как-то неслаженно сработала команда. И мы зарабатываем с вами сорок тысяч. Как раз этих денег мне не хватало. И, естественно... Не делечись. И, естественно, ребятушки, мы с вами... Этот... Делаем крафт. Подожди, ты куда побежала-то, блин? Красотых. Хорош сбивать, блин, тут всех с толку. Сэр, мы не успели покарать вторуюся на нашей земле этих орков. И они ушли. Ну, это вообще, ребята, хреново. Теперь мне и делать-то нечего. Игорька мы завалили. Орки исчезли. Сейчас карта просто у нас получается пустая. Ладно. Давайте строить с вами... Как она называется-то? Мастерская брони. 35 тысяч. Ну, я даже не знаю, сюда ее влепить. Может быть, лучше... Может быть, вообще лучше сделать, ребята, знаете что? Перестановку. Пускай она покажет. Оу, 16 часов будет лепиться. Ё-моё. Да, это очень долго. Жесть просто, как долго. Хе. Ну, зато будет. Вот о чем я, ребята, и говорил. Карта просто пустая. У нас остались только основные задания. Хотя, в принципе, можно пройтись и по основным заданиям. Да? Ничего от этого не убудет у нас. Ну что, мы и там отхилились. Ну, а я тем временем, ребята, буду делать перестановку. Как вы меня и просили уже, причем давно. Так, давайте. Мастерское оружие. Куда ее влепить-то? Ну, ставить ее надо обязательно сбоку, чтобы она нам глаза, как говорится, не мозолила. Или вверху, или внизу. Давайте внизу, наверное, ее поставим, ребят. Так, подожди, что у меня сбилось здесь? В общем, пускай она у нас будет стоять здесь. Великолепненько. Так, нам надо теперь подумать, куда ставить магическую лабораторию. Ну, я думаю, наверное, вот сюда внизу, ребята, ее пристроим. Пускай все, как говорится, у нас будет в кучке. Так, отлично. Теперь тренировочная бойцов. Что еще нам поставить, а? Куда? Ну, я думаю, ребята, что нам нужно поставить, знаете, что? Ага, у нас еще лестница. Ну, лестницу мы сейчас поставим наверх. Это однозначно. Так, вот сюда ее влепим. Наступила очередь у нас чего? Арсенала, ребята. Арсенал мы влепим, наверное, вот сюда. Да, будет самое то. Так, теперь, значит, наверху надо магическую мастерскую влепить. Рядом с ней можно, в принципе, столовку, да? Давайте ее объединим, чтобы у нас была огромная она. Вот, это уже хорошо. Так, а пониже нам что сделать? Давайте, наверное, казну влепим. Объединяем ее. Великолепно просто. Теперь надо подумать, куда нам влепить мастерскую брони, ребят. Ну, знаю точно, что она будет у нас стоять с краю. Наверное, вот здесь в этом углу и поставим ее. Отлично. Так, теперь нам нужно разместить, наверное, жилые комнаты. И я думаю, что лучше всего их поставить вот здесь вот рядышком. Да, с тренировочным поставим, объединяем. О, здоровая комната. Теперь нам нужен этот, как его? Ну, где он здесь? Казармы, да. Давайте казармы поставим выше. Великолепно. Теперь надо нам что сделать? Нам надо поставить, ребята, с вами госпиталь. Ну, он будет рядом с казармами. По идее, так будет самое оптимальное, как он стоял раньше. Следующий на очереди тронный зал у нас. Его будет вот здесь он стоять. Теперь что поставим мы? Поставим, наверное, кухню, да? Куда ее влепить? Ну, давайте, наверное, рядом с казной влепим. Вот сюда. Отлично. Так, теперь колодец манны. Давайте, наверное, его рядом с троном поставим. Ага, его можно еще и объединить. Замечательно. У нас еще остался, ребята, погреб. Ну, погреб мы, наверное, ставим где-то... Наверное... Нет, вот здесь пониже. Там у нас места не хватит. Вот сюда его, наверное, и влепим рядышком. Замечательно. Сюда же сейф. Так, и лесопилку рядом. Монетный двор. Наверное, сюда. Сарай повыше чуть-чуть. И остался только бассейн манны. Ну что, ребят, меня, в принципе, такое расположение устраивает. Все. Теперь главное привыкнуть к нему, потому что все поменялось. И... Ну, в принципе, не настолько все поменялось. Просто объединились у нас комнаты. Они стали больше, просторнее. Ну, в общем, все замечательно. Так, ребята, мы и отхилились. Возвращаемся. По шурику, по шурику. Ну, вроде взять нечего больше. Остается нам только, ребят, идти на карту. А на карте у нас остались только основные квесты. Ожившие камни. 36 тысяч мощей практически. Делать нам нечего, ребята. Как только на них нападать больше, никакого абсолютно нет выбора. Да, печалька, конечно. Но 38 тысяч мощей. Это пупеть можно, да? Так, 28 жителей у нас, ребята. Мы еще двоих можем принять. А у меня... Где комната? Я уже потерялся, блин. Ёлки-палки, я не могу найти, где она. Где жилая... А, вот, все, нашел, ёлки-палки. Так. Вон они стоят там. Курлекает у меня. Ну что же, ребятушки. Думаю, что, наверное, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Потому что у нас ничего не осталось. Туда я не полезу. Там слишком тяжело. Ну, а мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Там будет все у нас прикольно и интересно. Так что, ребятушки, подписывайтесь. И будьте всегда на чеку. Всем удачи. И пока, ребята. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok